Привет, ребят! Я тут на днях посидела, подумала и пришла к выводу, что только рисовачи мне заниматься, в общем-то, неинтересно. Ну, знаете, надо что-нибудь еще посмотреть, что-нибудь новое попробовать. Тем более, откровенно говоря, рисовачи-то я не особо много занимаюсь в последнее время. Сижу в основном с отрочива всякое сомнительное говно типа пайров, визуальных новеллок, ну и всякой такой индюшатинки. И тут я подумала, они совместительны мне приятные с полезным и сделаются лилдсплеером, например, каким-нибудь. Вроде как это всем нравится, достаточно популярно. Так что давайте-ка мы с вами посмотрим на одну игрулечку, которая вроде как даже популярна очень в определенных кругах. Я о ней что-то слышала, но так и не понимаю, что это. И предлагаю вам посмотреть вместе со мной на игру, которая называется OneShot. Как вы знаете, я очень люблю всякое пиксельное нечто. Игра, насколько я знаю, тоже сделана на RPG Maker, ну, по крайней мере, первая ее версия. Посвящается нашему любимому другу Феликсу, судье Аарну Мельсену. Ну, если что, играю на геймпаде. Поэтому будем разбираться, что это такое. Следуйте мир и взаимодействуйте с окружающей средой персонажами. Иногда вы можете найти предмет. Как только вы подобрали предмет, вы сможете выбрать его в своем инвентаре. Когда предмет активен, вы можете либо комбинировать его с другими предметами в инвентаре, либо использовать его в определенных местах, чтобы прогрессировать. Хоть где-то я буду прогрессировать? Отлично. Несмотря на то, что полноэкранный режим есть в опциях, игра лучше всего работает в оконном режиме. Я в этом читала, поэтому я предусмотрительно поставила красивый фончик. Убираю курсор нафиг, чтобы он не мешал. Разогретье игры сохраняет ваш прогресс. О! Хорошая тема. Если эта игра также сохраняется после некоторых ключевых событий. Хорошо. Мы это учтем. Да, вот эту милую девочку я постоянно вижу на некоторых рисунках. Кроме того, что здесь есть маленькая милая девочка, я действительно ничего не знаю об этой игре. В отличие от того же Undertale. Привет, говорит маленькая девочка. Девочка ли это вообще? Да, я играю с русификатором. И что самое интересное, в русификаторе было обозначено Тян и Кун. То есть перевод сделан для двух полов. Так. У нас есть кровать. Ага, ее зовут Ника. Или Нико. Ника. Ника только что проснулась здесь. И сразу полезна в компьютер. Ну ладно. Книжечки. Управленные книги. Значит, что нам нужно включить свет? О. Культик. Мы не можем его разглядеть. Что у нас здесь? Здесь у нас ванна. Растение отвалилась ветка. Да, растение в ванной. Именно то, что нам надо. Пара светящихся желтых глаз смотрит прямо на Ника из отражения. Ника, почему у тебя светящиеся глаза? Ты мутант. В туалете нет воды. Ванна не работает. Господи, как себя дома чувствую. У меня тоже постоянно нет воды. И ничего не работает. Давайте потыкаем в нее веточкой. Две заперта. Нет, веточкой мне не потыкать. Потыкать веточкой в компьютер я не знаю. Нет, все еще просят пароль. По идее, пароль должен быть где-то вот здесь, да? Слишком темно. Может быть тут. Мы можем бегать. Отлично. Может быть мы возьмем пульт. Потыкаем пультом сюда. Нет. Не работает. Потыкать пультом сюда. Сюда. Спустить пульт в анетас. Люблю логические квесты. Открыть пультом дверь. Все цифры, кроме восемь. Ага. Желтая восемь. Один красный. Шесть зеленый, да? Один красный. Шесть. Восемь. Шесть. Шесть. Пять, да? Пять. Нормас. Е-е-е! Симулятор игры в компьютер. Да, кто бы то ни был, я тебя нашел. Ага. Окей. А, то есть, это ко мне обращаются. Отлично. А, еще одно привет Шарлотта. Хорошо. Да, это обращались непосредственно ко мне. Мне аж немножечко стрёмно стало. Все, нас могут выпустить. Что, что, что? Мне вот интересно, если я здесь сдохну, получается, у меня не будет сохранения или как? Или что это обозначало? Я даже не знаю. Раковина не работает. Просто стол. Просто холодильник. Чего-чего, бутылка? Бутылка за спирт. Хорошо, Ника, давай просто набухаемся. Тут как раз очень располагающая атмосфера. Нет, ты не можешь выйти. Хорошо. Мокрая ветка. А, я, кажется, начинаю улавливать. Давайте возьмем веточку и потыкаем выскорку. Почему он горит синеньким? Ух ты. Красиво, блин. На полу что-то сверкает. Кажется, маленький металлический предмет, упавший в щелку на полу. Что это? Ключ от подвала. Подвал у нас здесь, как я понимаю, да? Ключ. И треть. К слову, Ника не умеет бегать по лестницам. Ника соблюдает технику безопасности, в отличие от меня. Потому что я обычно всегда бегаю по лестницам. И так мы видим какую-то штуку. Лампочка. Отлично. Большая. Как она загорелась. Ладно, альтернативная физика этого мира мне уже нравится. То есть мы просто берем лампочку, и она начинает гореть. И так мы видим какую-то штуку. Вот мы ее, короче-таки, тащим. Тащим лампочку. Наверное, впихиваем вот сюда. Да? Да? Во! Ну, пока что все очень просто. Компьютерный терминал. Нет, они очень похожи на компьютерный терминал. Ну да. Похер, в общем-то. Графика, к слову, красивая. Ну да, это я уже поняла. А, мы отсюда вышли. Кто ты? От робота. Следы остаются красивенько. Так, по-моему, тут пролитошел какой-то пиздец. И мы сейчас будем разгребать его последствия, да? Апа. Ага. Мы перешли в другую локацию. Блин, звездочки. Красивее. И... А все это какой-то чувак, да? Я же могу к нему подойти. Оно... Бесполезно, он дохлый. У меня есть нехорошее подозрение, что здесь дохлые все. Куда бы мы ни пошли. Считай, да? Вон она часть перила. Блин, она интересная реализация. Мне нравится. Я, кстати, не уверена, что эта игра так и осталась на RPG-мейкере. Ручаться не буду, потому что я специально не копалась в информации, чтобы спойлеров не славить. У вас здесь не пригоден для дыхания. Хорошо. Навонял там кто-то, видимо. Куда мы можем сходить еще? На самом деле я пока не совсем понимаю цели в этой игре. Ну, кроме как того, что сказали взять Ника и тащить ее в безопасное место. Или его, не знаю. Короче, вот это милое существо взять и оттараканить куда-нибудь. Так, вот это юзобина, а вот это не юзобина. Угу. Ого. Что-то... Привет, чувак. Человек-лампочка. Ей. Интересно, то, что он каждое слово с большой буквы говорит, это какая-то фишечка? Наверное, да. Е-е-е, компьютер Ванга. Хорош. Мы спасаем мир. Люблю спасать мир. Спросите меня о чем-нибудь. Ага. Хорошо, про этот мир. Что за мир? Субтитры делал DimaTorzok Лампочка солнца, да-да-да. Где-то я это уже слышала. Солнце-маяк, что ли? Короче, ребятам выключили свет. Наступил у них конец света вполне себе буквальный. Субтитры делал DimaTorzok Да, Ника, это не для тебя. К слову, да, эта штука цепляет имя пользователя. Господи, ребят, я бог этого мира, здравствуйте. Да, котик, я здесь. О, то есть можно сказать, что типа это не мое имя, прикольно. Не, ну ладно, это мое имя, все дела. На самом деле мне очень нравится эта фишка, когда игра подцепляет имя пользователя. Это как бы очень адресно получается. Кого-то услышала. Блин, а вот было бы очень забавно, если бы можно было так вот через микрофон еще общаться с персонажем. Но это, мне кажется, реализация очень крявая была бы. Так, ну ладно, последний пунктик. Ходить домой не вредно, как говорится. Так, понятно, электричества тут нету, нифига тут нету. Кроме штучечки. Какая интересная коробка, да. Очень интересная коробка. Чем ее можно открыть? Может быть мы ее можем открыть? Сейчас, сейчас, сейчас. Эту штуку и можем открыть? Сплющить. Вау. Так, ты работаешь? Ха. Законно работа техники. Че, тлен. Пустоши, пристанище. А мы где? Наверное, мы где-то в самой жопе мира. И нам нужно будет добраться куда-то в центр. Как я понимаю, ничего нету, кроме книжечек. Поль на японки, значит, пыль на японке. Поль на японке, значит, пыль на японке. то есть нам нужно что-нибудь сейчас плющить эту полку все еще полки снова полки и опять полки сейчас короче набегают андроиды с нейроавтомата спасают человечество электрическая штука вот здесь мы наверно что-то сможем сплющить берем стыкаем что-то что подойдет сюда а что сюда подойдет нет это бумажечка вот ты подойдешь маленького устройства нет только маленькое устройство так началось плохое утро есть только полки одна херба с вами так ты не работаешь нет энергии давайте мы в него впихнем энергию почему бы и нет самозаляющая солнечная батарея ну типа так давайте подумаем все еще пыльные полки ящик ящик не взагален сложненько здесь получается вообще ничего в этой локации нету да только пыльные полки стульчик еще один стульчик робот без энергии и в мммммммммм интересная пеном а если мы тверстия в форме прямоугольника хорошо давайте мы посмотрим снаружи Чувак, о-о, извините, я могу двигать чувака, а, нет, не будет, да, хорошо, давайте послушаем про пустоши, пустоши, какие-нибудь люди, мне кажется, людей здесь вообще нет в этом мире, нет? Да, очень странные термины странного мира, так, вопросы мне, расскажи, что за пророчество, да? Блин, мое программирование, на самом деле, очень странное выражение, мне кажется, оно не совсем правильно, но, типа, там, может быть, моя программа, ладно, я, наверное, придираюсь. Да, расскажи мне о башне. Да, в любой непонятной ситуации Марка знает, что делать, а, может быть, и не знает. Так, нет, мы, кажется, пошли обратно. Коробка не юзабельна. Так, нам нужна какая-то прямоугольная штука, я правильно понимаю, да? Там, может быть, коробочка, пластиночка, листочек бумажечки, что-нибудь, короче. Вот эти ребята сюда не пролезают. О, заводик, заводик, заводик. Да, заводик. Что у нас тут? Тихо у нас тут. Ну, да, те, которые сидят в помещении, они просто выключены. Во! Пресс, мы нашли пресс. Расставление металла. Ну-ка. А, ну, понятно, есть что-то, значит, нужно... Наверное, сюда нужно подать энергию. Да, куски роботов. О, о-о-о, я вижу пресс. Тыкай. Тыкай. Извини, котик. Так, мы же... Теперь у нас есть лом. Ну что, Гордон Фримен, пошли сломать ящики. Так, где у нас этот дом? Ага, вот он. О, вот этот дом. Нет, нам нужно вот сюда. Нам нужно сломать вот эту классную коробочку. Сдержь. Вот. Во-во-во-во-во-во, солнечная батарея. Теперь мы берем эту солнечную батарею и запихиваем в ту интересную машиночку, да? Да, нет? Нет-нет, да? Понятно. А можем так? Так, я не поняла. С лампочкой? Что-что-что-что? Лобом по ней вдавить. Стоп. Думаешь... Не понимай. Так, ну а что там, получается, взяли все, что могли? Осколки стекла. Поешь его, что ли? Как это сейчас делаю я. Так. Так. Ну-ка. Нет, не лампочку. Батареечку. Ммм. Нам нужно степло заменить. И что? Так, это юзлос. Это и определенно юзлос. Ммм. Интересно, я кину. Внутри куски разбитого стекла. Ну и стекла у нас так-то только бутылка. Или нет? Так, может ты ей поможешь? Да. Расскажи мне, как батарею починить, пожалуйста. Да, диалоги здесь не скипываются. Стекло. Там нужно найти стекло, да? Пойдемте искать стекло. Итак, здесь мы нашли все? Или не все? Здесь мы были. Большая машина. Тоже большая машина. Ну, пресс мы уже полапали. Здесь больше ничего нет. Здесь можно батарею сюда пихнуть. Хорошо. Хорошо не придется. Ладно, давайте порыцкаем по окрестностям. По-моему, край кажется здесь очень странный. Типа такой прям прямой. Такие кубики. Как будто в каком-нибудь Майнкрафте. Так, ну оттуда мы пришли. Рельсы в никуда. Ну, почему бы и нет. Надеюсь, у нас... Ага, штучечка. Нет, я тоже не везла, сорян. Разумеется, это не тот. Так, сюда. Я очень надеюсь, что по этим штукам мне не придется где-нибудь убегать. Какой-нибудь очень злобной твари. Потому что это очень неудобно. Так, бежим обратно. Так, надеюсь, мы сделали клуб почета. А нам нужно... А вообще не сюда нужно, да? Записочка. Какая-то предспертная записка, может быть. Грустноватенько так-то. Ведешь себя такой в темноту, потом бац, и суицидился. Это что? Это робот? Не пройти нельзя, да? Так, я не рано. Сам-то лампочкой. Ты очень странный человек, не как тебе никто не на то, не говорил. Некотян, короче, у нас тут. Какая-то девочка. Хороший план? Хороший, да. Мне нравится. Я пошла. Ты вообще кто? Алло, чувак. Кто ты? Ты вроде миленький. Чувак. Там мне нужна дополнительная помощь. Слышь? А, это девочка. Окей. У нас тут, значит, бабье пати. Что значит, приручье? Да, хардскольная металлическая кровать. Чего бы нет. То есть ты у нас баба-робот, да? Похоже на то. Картиночку. Я вижу картиночку. Стекло возьми. Возьми это стекло, пожалуйста. Ну? Ах, сплошные сложности вокруг. Креветки. Хорошо. Да, мне-то определенно пригодится. Отвертки лишними не бывают. Ты. Что это? То это. Так. 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 Так Что мы можем сделать? Мы, наверное, можем отвертку теперь поговорить Женщина, берешь отвертку, разбираешь батарею Нет? Давайте занять еще лопом по бутылке Окей, Гугл Мы идем А ты куда поперлась? Маленький гаджет Камера Может быть, мы можем это совместить? Нет, мы не можем это совместить Маленький гаджет Маленький гаджет Так, намеки на какую-то трагическую историю Я пытаюсь быть осторожной, но ты же меня не пускаешь Да? Ладно Нас туда не пускают Просто такие берут и... Ну, типа, да Что мне еще остается? А, так мы опять идем туда же Поговори со мной, пожалуйста Мне нужна помощь Так, может быть, мы тогда сможем сходить куда-нибудь и набрать креветок, нет? Так, здесь у нас сидит робот На самом деле, вообще, без понедельника, что не дайше делать? Не-не-не-не-не-не-не Куда же ты идешь-то? На самом деле, не очень удобная система с прогрузкой Ну, это, как бы, так, мое мнение Ага, мы, по-моему, сюда еще не ходили, да? Еще одна записочка Ну, я так понимаю, что, да Здесь людей вообще не осталось Их постепенно заменили роботы Полностью А потом роботы Отключились из-за того, что у них не было энергии Бывали, какая-то такая фигня случилась Так, что у нас здесь? Красивенькие штучечки Вот такие бесполезные, да? Да, по идее, с ними я ничего вообще не смогу сделать А что, если мы сейчас такие возьмем? И сходим на побережье Стоп, а... А, да, там мы были Там мы были Там мы плющный лом Где-то... Так, ты Тебя можно потолкать? Нельзя тебя потолкать Роботы, которые не подлежат ремонту Я понимаю, нам нужно на какой-нибудь пристань смотаться Чтобы половить креветок Просто... Парапапарапарам Зеленоватое свечение вдалеке Отлично Это прям обнадеживает очень сильно Зеленое свечение Так Нет, это не помогает Вот ты Да ты Привет Есть 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 Я здесь Еще одна задача Починить робот Здесь у нас что-нибудь осталось Нет, здесь у нас только кровать Кровать не нужна А выше у нас зараженная зона Интересное кино Тут у нас, как я понимаю, только зеленое Свечение вдалеке И здесь у нас ядовитая хрень Хорошо, травиться мы не будем Мы пойдем дальше Может здесь что-нибудь в шкафах есть? Машина похожа на компьютеры Ну, отдаленно может быть Интересная игра сейчас закроется, если я Погу спать Давайте порогу Блять, она закрывается Так, секундочку